Это первый проход. Это такой маршрут, никто никогда не проходил. И цели другие. Если раньше путешествия таки было больше подбросов, и сейчас цели другие совсем. И человек, как Наоми Уймура говорил, что я хочу продлить планку человеческих возможностей, что с каждым годом, с каждым новым поколением очень облегчает, я бы сказал, спутниковые телефоны, спутниковая навигация. Но в том числе мы же и ставим более сложнее цели. Если раньше по такой скорости, такие расстояния, конечно, за такое время никто не преодолевал. Сейчас идут все на усложнение. Вот как раз наша экспедиция, это все на современном уровне. Собачьи упряжки в Арктике, в арктическом льду, они скорее даже не помогают, а мешают. Вернее, они точно абсолютно прибавляют нам гораздо больше проблем. То есть просто гораздо проще идти на лыжах с санями, которые ты тащишь за собой. Но когда мы поднимемся в Френландию, то собаки нам, естественно, будут помогать. Дело в том, что к серому полюсу, как и я ходил, как и Виктор ходил, мы ходили на лыжах. Собаке это как будто уже ушло в прошлое. Мы как раз собак хотим поднять и сказать, что есть на земном шаре еще романтика, как Джек Лондон шел на собачьих упряжках. Ну, описывал. Вот это как раз та романтичная черта, это то, что мы экспедицию совершаем на собачьих упряжках. А дальше, соответственно, мы не можем просто идти и, соответственно, мы будем выполнять научные программы, будем выполнять, связываться с детьми, будем выполнять ряд медицинских, и медицинских, потому что такое путешествие, оно должно быть насыщено как раз делами. Сегодня мы пригласили вас 12 марта 2013 года, чтобы подписать в вашем присутствии соглашение вместе с Федором Филипичем Кунниковым. Как вы знаете, АФК-система и ООО РТИ приняли решение о поддержке арктической экспедиции Северный полюс Генландии, который пройдет в апреле в Павлу 2013 года. Представитель Совета Директоров АФК-система Владимир Петрович Ефтушенко является одновременно членом Попечительского совета Российского географического общества, под флагом которого пройдет эта экспедиция, и при поддержке правительства Карелии. Сегодня в вашем присутствии будет подписано соглашение, переданы сертификаты, и мы будем готовы ответить на все ваши вопросы. Добрый день, уважаемый Федор Филиппович. Добрый день, уважаемые друзья, дамы и господа. Вот когда говорят о людях, которые путешествовали путешествия, то прежде всего, конечно, отличает опасности и экстремальность ситуации, которая сказывается во время этих путешествий. Но из приятных современных путешественников Федор Филиппович отличает одна особенность. В каждой своей экспедиции он проводит очень большую научно-исследовательскую деятельность. И за каждой его экспедицией стоят уникальные открытия и важные научные эксперименты. И вот новый поход арктический Федор Филиппович привлек нас, прежде всего, тем, что у нас появилась возможность провести совместные научные исследования в области радиофизики, которые исторически занимаются наши научные центры. Но, кроме того, мы надеемся на то, что Федор Филиппович, воля судеб, станет первым исследователем и испытателем той аппаратуры, которую мы сегодня разрабатываем в рамках решения задачи по созданию новой системы освещения обстановки в Арктике и мониторинга арктической зоны. Поэтому я хотел бы сказать, что вот это, может быть, главная наша задача, которую мы ставим перед собой, совместным с каждым кониклом. Приятного, как раз, дела для русской науки полезные. Вся экспедиция, я сейчас сидел, как раз, и думал, что сейчас снова возвращается в экспедицию именно наукам. Спасибо. 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 Спасибо всем большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.